Доброго дня. Сегодня парламентский комитет по национальной безопасности и обороны Украины собрался, правда в урезанном составе, там были в основном депутаты от БПП и Народного фронта, и сделал достаточно странное заявление о том, что она осуждает возможное вместительство граждан Украины в политические избирательные процессы в Грузии, что она собралась писать письма парламенту Украины о том, что осуждает подобные действия, и там не было особой конкретики, но речь шла о наших гражданах, оказавшихся в беде в Грузии, которые были брошены на произвол судьбы Министерства национальных дел, консул ни разу не встречался ни с ними, не был у них на суде, и с одной стороны подобные заявления это очень хорошо, потому что хотя бы таким способом, возможно, депутаты правящей фракции обратят внимание на то, что за рубежом права и граждан не защищены, неважно кто и как называет преступником, какой лидер общественных мнений, какие пропагандисты, украинского гражданина, если мы хотим жить в демократической стране, мы должны помнить, что преступника называют только суд, и у любых граждан, в том числе последствием, есть свои права. Делая подобные заявления, еще раз правящие партии Украины расписываются в том, что на людей их по большому счету плевать, и интересы их политические им важнее. Следующее, по поводу подобного заявления. Дело в том, что власти Грузии ни разу не предъявляли претензий кому-либо из политиков, в частности мне, либо еще кому-то, либо даже задержанным ребятам, о вмешательстве в избирательные процессы. Сами украинские граждане прибыли сюда после проведения выборов. О каком вмешательстве политические процессы может идти речь? Если сами Грузия это не признает. Второе, они сейчас обвиняются в том, что у них нашли в гостинице оружие. Это не было зависимо от выборов, и в официальных обвинениях это отсутствует. Почему на своих граждан наводят на праслину Пашинский, Береза и прочие члены Комитета по национальной безопасности и обороне, я не понимаю. Третье, информация о том, что сюда заехали граждане неизвестно с какой целью, не соответствует действительности и распространяется средствами массовой информации как ложная. Давайте вспомним, кто их распространял. Советник президента Бирюков, блок Петра Порошенко, заявил, что народный депутат Семенченко задержан в Грузии, кого-то бросил и сбежал. Еще раз, не просто не был задержан, ни разу ко мне не подходили и не обращались кто-либо из местных правоохранительных органов. Я уже который день защищаю права украинцев, в том числе средствами массовой информации, и ни разу мне подобных вопросов не задавали. И все время я говорил, что я готов к диалогу со своим министерством внутренних дел. Я не имею здесь дипломатической неприкосновенности. Моя депутатская неприкосновенность действует на территории Грузии, на территории, прошу прощения, Украины. Я не был сегодня на заседании Комитета по национальной безопасности и обороны, хотя являюсь первым заместителем головы этого комитета. Не был по одной простой причине. Украинское государство бросило шесть своих граждан здесь, в Грузии, ни разу с ними не встретилось. И я, как народный депутат, счел своим долгом находиться здесь. Не только потому, что они мои боевые товарищи, но и потому, что они граждане Украины. Если от них отвернулось государство, то хотя бы до них должны помнить другие люди, обычные люди. И в том числе тем депутатам, у которых оставил совесть. Следующее. Давайте вспомним, кто еще распространял подобные заявления. Бывший помощник народного депутата от Народного фронта Татьяна Черновол Дзинзя распространял массу фейков с прямым намеком на то, что здесь украинцы участвовали в избирательном процессе, атаковали кого-то с оружием и прочее. Это советник министра внутренних дел Киева, член Народного фронта. Вернее, он там чистится от другой партии, но все прекрасно мы знаем, чей он член. Поэтому подобные заявления о национальной безопасности и обороны в лице депутатов, отправящих фракции, показывают, что вполне возможно, одним из соавторов этой провокации были украинские важновладцы. И я думаю, что я обращусь к заявлению прокуратуры Грузии, для того, чтобы возможную причастность к этому инциденту заказчиков информационной шумихи тоже было расследовано. Я приехал сюда 28 числа с официальным документом Центральной избирательной комиссии Грузии. Под номером 17 моя фамилия числится с официальной миссией наблюдателя. На следующий день, после того, когда я выполнил свою миссию, я здесь остался как простой гражданин, пригласил сюда свою жену. И вместе с женой мы находились и планировали ехать отсюда в понедельник. Ребята, я этому был свидетелем, каждый день здесь были тоже как туристы. Они масса людей, масса встреч проводили каждый день, посещали своих бывших побратимов, которые приехали в 2014 году, в 2015 году, грузинские их товарищи, и помогали им защищать Украину от России. И никто там не спрашивал, что делают грузины в Украине, потому что мы знали, что они наши братья. И никто не спрашивал, что делают украинцы вместе с грузинами. Это сейчас нас стали разделять и устраивать эти провокации. И после этого я и моя жена, а также ребята, встречаясь с семьями наших побратимов, посещая места разные в Тбилиси, за собой постоянно наблюдали слежку, о которой тоже сообщали. И закончилось это все провокацией. Когда мы с супругой жили в одной гостинице, ребята жили в другой, и нам сообщили о том, что их арестовали. У них не взяли отпечатки пальцев, у них до сих пор не провели экспертизу, сообщают о том, что им это оружие подкинули. Они не были ни одной протестной акцией. И самое главное, государство обязано, обязано в лице консула встречаться с гражданами, защищать их интересы, потому что не должно быть выборочного правосудия. Если они виноваты, суд их признает виновным. Но хоть один человек, обвиненный в подобном, на акциях на Грушевского в 2017-2018 году, помните, гранаты, вынос оружия, разве он был признан виновным? Нет. Я считаю, что подобные заявления Комитета по национальной безопасности и обороны свидетельствуют о полном наплевательстве к людям, о его депутатам, о возможной причастности к этому и заставляют нас задуматься. А мы будем продолжать защищать интересы людей, потому что именно люди являются главным звеном в нашем государстве. Не деньги, не партии, не политики, а именно люди. Слава Украине!